Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, хозяйка Медвежьего угла Елена Горчакова. И мы продолжаем занятия школы травоведения. За окном зима, скоро Новый год, и это самое подходящее время поговорить о тех прекрасных дарах природы, которые хранятся в погребах у сельских жителей. В частности, сегодня разговор пойдет о известной всем свекле. Свекла – овощ, любимый нами всеми с детства, о целебных свойствах которого мы все что-то краем уха слышали, но давайте все-таки уточнять, потому что очень интересно использовать то, что у каждого из нас под рукой, ну, как бы принимать все возможности, которые дает нам природа. Свекла – это овощ, у которого очень богатый состав. Настоящая аптека, которая позволяет поправить здоровье. В состав свеклы входят следующие вещества. Ди- и моносахариды, ну, то есть ценные сахара различные. Вода, пищевые волокна, крахмал, органические кислоты, способствующие нормализацию пищеварения, бета-каротин, белки, жиры и углеводы. Белка, кстати говоря, в свекле 1,5 грамма на 100 грамм продукта. Жиров в ней 1,1 грамма на 100 грамм продукта, а углеводов 8,8 грамма на 100 грамм продукта. Таким образом, ну, больше всего, конечно, в свекле углеводов. Вот. Но не этим сейчас, так сказать, интересно нам свекла. На самом деле, у сырой свеклы калорийность составляет всего лишь 40 килокалорий на 100 грамм. То есть это продукт диетический, который разрешен при самых различных диетах, направленных в том числе на снижение избыточного веса. Нам же в сегодняшнем нашем небольшом исследовании очень интересно наличие в свекле ценных микро- и макроэлементов. Итак, читаем. Элемент и его количество. Кальций – 37 миллиграмм на 100 грамм. Ну, довольно прилично. Магний – 22 миллиграмма на 100 грамм. Хлор – 43 миллиграмма, сера – 7 миллиграмм, фосфор – 43 миллиграмма, йод – 7 микрограмм, натрий – 46 миллиграмм, калий – 288 миллиграмм. Кстати говоря, обратите внимание, мы привыкли к тому, что нам говорят, что соль, поваренная соль, натрий и хлор вредна для людей с повышенным артериальным давлением, с отеками и так далее. Как это действует? Когда мы получаем в нашей клетке ионы натрия, то есть натрий хлор потребляем, ну, может быть, даже в избыточном количестве или в любом каком-то количестве, значит, мы получаем ионы натрия, которые удерживают жидкость внутри наших клеток. Если же мы употребляем ионы калия, они, наоборот, вытягивают жидкость из наших клеток через клеточную мембрану. И вот этот вот эффект, он ведет к тому, что калий – это совершенно бесценное вещество для нашей сердечно-сосудистой системы. Это очень-очень важно для всех, у кого повышенное давление, для того, чтобы давление нормализовалось. И это очень-очень важно и ценно для людей, которые склонны к отекам. Отеки помогают… калий помогает от отеков избавиться. Точно так же вообще употребление продуктов с таким высоким содержанием калия, как свекла, как у свеклы, вот такое высокое содержание, он в известной мере нейтрализует избыток натрия, который мы получаем с поваренной солью. Ну, в обычной нашей зимней кухне, где много всего соленого, где во все блюда добавляется соль и так далее. То есть я бы сказала, что зимой, вот не даром свекла, не даром Господь так сделал, что свекла хранится всю зиму прекрасно. Именно зимой ее нужно кушать как можно больше. То есть подумайте. Соление связано с тем, что натрий хлор все равно употребляется. Хотя, с другой стороны, только в виде соления, квашения и так далее мы можем получить зимой действительно качественные фрукты, овощи. Почему? Потому что, собственно, все остальное привезено из далеких краев, оно неизвестно кем выращено, неизвестно в каких условиях и так далее. То есть свое надежное, чистое и хорошее мы можем только законсервировать на зиму. И вот нам на помощь приходит свекла, которая хранится сама по себе без всякой консервации, и в которой, еще раз вернусь к этому вопросу, так, 288 миллиграмм калия на 100 грамм. Это очень-очень большой показатель. Но читаем дальше. Что же еще в ней содержится? Медь 140 микрограмм, марганец 0,6 миллиграмма, фтор 20 микрограмм, это микроэлемент, железо 1,4 миллиграмма, тоже очень прилично, цинк 0,4 миллиграмма, бор 280 микрограмм, никель 14 микрограмм, хром также и рубидий, очень приличное количество, 450 микрограмм. Но на самом деле вот этот вот перечень, он далеко не полный. Свекла еще богаче по своему минеральному составу, который, так сказать, очень-очень интересен для сохранения нашего здоровья. Ну, теперь логично сказать несколько слов о том, как свеклу употреблять. Свеклу нужно для того, чтобы для оздоровительных целей употреблять в сыром виде. Если тяжеловато в плане того, что в ней очень много клетчатки, можно отжимать свекольный сок. Но тут смотрите, как бы смотрите сами. Значит, Бог недаром помещает во фрукты и овощи, вернее, фрукты и овощи, их соки, содержащие ценные вещества, а в оболочку из клетчатки, в такие контейнеры из грубых таких клеточек. Во-первых, клетчатка необходима для правильной работы нашего пищеварительного тракта. Это очень важный, важный компонент. Во-вторых, клетчатка, она не дает нам передозировать продукт. То есть вы можете кушать сырую свеклу, а не сок из свеклы, а именно сырую свеклу саму по себе. Столько, сколько, как говорится, сколько влезет, сколько сможете съесть. Потому что в какой-то момент наступит естественное ограничение, и вы никаким образом передозировки ни в каких смыслах не получите. Понимаете, в чем дело? Чего не скажешь о выжатом овощном свекольном соке. Свекольный сок, конечно же, желательно пить по полстакана, не больше за раз. Я считаю, что стакан свекольного сока – это перебор. Ну, во-первых, представьте себе, из какого количества свеклы выжмется стакан свекольного сока. Это несколько больших таких значительных бурячков. Я думаю, что это перебор был бы для того, чтобы кушать за один раз. То есть во всем надо знать меру. Во-вторых, свекольный сок, по моему опыту, он может в больших количествах раздражать слизистую. Поэтому я вам не советую пить больше половинки стакана за один раз. Но, например, три раза в день по полстакана свекольного сока очень даже. Теперь давайте пройдемся по, так сказать, общеизвестным, суперполезным свойствам свеклы. Во-первых, свекла, как всем известно, способствует, улучшает производство гемоглобина в организме человека, помогая, так сказать, кроветворные функции. Это очень важно и очень полезно. Во-вторых, свекла создает новые клетки в организме и оказывает на организм человека омолаживающее действие. В-третьих, свекла улучшает пищеварение и пересталику кишечника. Ценнейшее свойство, я подчеркиваю. В-четвертых, свекла налаживает обмен веществ и способствует похудению человека, именно через налаживание обмена веществ. Далее, свекла устраняет токсины из организма человека. Еще она снимает риск появления и уменьшает рост злокачественных опухолей. Между прочим, в противораковой терапии, комплексной, которую назначают врачи, свекольный сок имеет немаловажную роль. Очень часто при раках назначают свекольный сок. Это не случайно, это проверено. Это доказано опытом народной медицины и подтверждено современной научной медициной. Дальше. Известно, что свекла очищает сосуды, что свекла помогает при лечении гипертонии и атеросклероза. Как я уже сказала, это происходит потому, что в свекле очень большое количество калия, как мы уже говорили раньше. Дальше. У мужчин свекла стимулирует половую активность. Вот я как бы хотела бы, интересно, проверьте, пожалуйста. Ну, если будет не лень, может быть, кто-нибудь чертнет возле, стимулирует действительно или не стимулирует. Но вообще для мужчин есть такой общий рецепт. Свекла с грецким орехом и чесночком. То есть берете сырую свеклу, керете ее на очень мелкой терочке, такой как бы на мелкой-мелкой, ну, чтобы поприятнее было, чтобы можно было большое количество свекла в один салатик затереть. Грамм 200 свеклы на один прием. Дальше. Заправляете это все оливковым маслицем, ну, буквально одной ложкой чайной, не больше. Больше не надо чайной ложки. Можете меньше даже положить оливкового масла. Поменьше соли, чуть-чуть по вкусу. И для вкуса общего этого салата добавляете на 200 грамм свеклы примерно один зубочек чеснока небольшой. Можете побольше, если любите чеснок, но меньше не стоит. И грамм 20 грецких орехов. То есть такую приличную горсочку грецких орехов. Можете побольше положить грецких орехов. Орехи как хотите. Можете их потереть на терке, можете их положить целыми кусочками, можете покрошить как-то. Но желательно грецкие орехи, чтобы были не жаренными. Вот такой салат для мужчин, он очень-очень-очень хорошо влияет на мужскую силу, так сказать. И вообще на здоровье мужского организма отлично сказывается. Кстати говоря, женщин, запомните, что готовить мужчину. Вот такой вот салат. Для женщин, для женского здоровья свекла цена тем, что она облегчает предминструальный синдром. Ну, особенно молодые девушки часто этим страдают. И хотя и у зрелых женщин это бывает. Так что я всем советую в приближении дней месячных побольше налегать на свеклу. Дальше. Свекла имеет слабительный и мочегонный эффект, что очень важно для того, чтобы выводить из нашего организма все вредные и опасные вещества, как можно скорее, и вообще стимулировать обмен веществ, увеличивать скорость обмена веществ. Дальше. Свекла оказывает противовоспалительное действие. Ну, это общее действие всех лекарственных растений, хотя у свеклы оно замечательно сочетается с другими ее свойствами, о которых мы уже говорили. Далее. Свекла обезболивает и способствует выздоровлению. Вот смотрите. Способствует кроветворной функции. Общеукрепляющей функции. Огромное количество микроэлементов, витаминов в этом овоще. Понятно, что больной, выздоравливающий после какой-то тяжелой болезни или после операции и так далее, если он будет кушать свеклу или пить свекольный сок, он гораздо скорее встанет на ноги, гораздо скорее организм восстановится, заживет все, и все придет в порядок. Дальше. Свекла помогает сберечь здоровье зрения. Очень важно, чтобы не ухудшалось зрение кушать свеклу. И она же незаменима при заболеваниях щитовидной железы из-за рекордного количества йода в этом овоще. Но вот подумайте сами, стоит после этого свеклу только в один какой-нибудь новогодний салатик добавлять. Свекла должна быть на нашем столе каждый день. Это очень ценный овощ, причем, подчеркиваю, прекрасно хранится зиму в деревенских погребах. Не теряет своих свойств практически до весны, что мы должны и можем использовать каждый день. Каждый день на нашем столе должна быть свекла. Но на этом я занятие школы травоведения, посвященное свекле, заканчиваю. Желаю вам всего доброго, дорогие друзья. Если понравилось, то ставьте лайки. Если не понравилось, ставьте дизлайки. Они все равно увеличивают посещение, так сказать, раскрутку канала. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Не забывайте ставить колокольчик, потому что я стараюсь выпускать видео каждый день. И надеюсь, что рассказываю вам что-то интересное, что может вам помочь в каких-то ваших практических целях. Всего вам доброго, дорогие друзья. Я с вами была хозяйка Медвежьего Угла Елена Горчакова. Медвежьего Угла Елена Горчакова